доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели как и всегда с самого утра мы на финансовых рынках для того чтобы разобрать ситуацию с фундаментальной точки зрения подвести итоги вкратце дня минувшего и посмотреть на те отчеты которые запланированы и стоят значится на повестке текущего дня сегодня у нас есть возможность немножко оставить в сторонке тему брекзита я признаюсь очень сильно устал от нее наверное эта тема бесит многих из вас сегодня мы друзья можем сфокусироваться на действиях европейского центрального банка не просто на регулярном заседании а фактически на историческом а событие потому что сегодня можно сказать будут подведены итоги восьмилетнего председательства марио драги который был у руля и cb такой продолжительный период времени сегодня он проведет свое последнее заседание даст в статусе главы cb последнюю пресс-конференцию я думаю что если уж не трейдеры то евро очень хорошо может проводить видного европейского монетарного а чиновника как минимум показав интересную динамику я надеюсь что так она и будет поэтому сегодня давайте преимущественно сфокусируемся на том что произойдет с курсом главного валютного риска попробуем объективно понять что стоит ожидать ну и разумеется вскользь давайте прибежимся еще по ключевым также параллельно торговым идеям инструментом которые также остаются частью нашего основного торгового арсенала начнем мы с нефтянки 6054 сейчас котировки приятно осознавать вот факт что наконец-таки покупатели смогли закрепиться выше 60 друзья это тоже такая долгожданная веха долгое время мы видели как котировки консолидировались и монотонно проторговались в узком диапазоне тоже было уже подустал от такой динамики но пока что также не будем говорить глуп ведь очень легко курс бренда может отступить снова ниже 60 тем более что не так уж и высоко мы забрались и в целом я признаю тот факт что как и раньше на рынке есть фон который может оказать поддержку продавцам этот фон никуда не девается этот фон также связан с размышлениями о том что ждет мировую экономику пока что эти размышления не самые радужные позитивные потому что у нас уже по факту априори по статистике целая куча индикаторов указывающих на то что мировая экономика снижается у нас прогноз от международного валютного фонда о том что дальше будет только хуже у нас два очень важных события которые как бы вариори вот неопределенности это брекзит и разумеется отношения сша и и китая но сейчас рынок также уже устал от ожидания развязки по этим событиям поэтому реагирует на то что некоторое время назад не приводило к мощной динамике это на регулярную статистику по запасам нефти в штатах и сейчас друзья мы можем констатировать уже с оглядкой на тот релиз который вышел вчера это данные от администрации энергетической информации что наконец-таки пришла статистическая поддержка для покупателей потому что запасы после на цикла пятинедельного когда мы фиксировали вместе с прочими статистиками их увеличения снизились на 16 миллиона барли очень сильно контрастирует это снижение с этим ростом который был две недели назад тогда фактически прирост составил 10 миллионов я говорил друзья накануне что мы можем увидеть такие цифры потому что были признаки виде высоких показателей загрузки национальных американских нпз виде сокращения экспорта и снижение импорта ну и в конце концов все это вылилось тот показатель который мы и увидели это стало причиной всплеска интереса к нефтянке других факторов нету не нужно искать сейчас что-то со стороны ближнего востока там со стороны сша и китая их торгового конфликта нет друзья нету никаких сообщений только лишь статистика но пока что котировки держатся выше 60 я думаю что покупателям это поддерживать настроение мне лично тоже давать ориентироваться на сохранение этой восходящей динамики дальше доллар гена 108 58 сегодня наконец-таки у нас после нескольких дней затишье макроэкономические отчеты по штатам в 15-30 заявки на пособие по безработице заказан товар длительного пользования и а спустя фактически час пятнадцать после этого в 16 45 индекс пимаи в сфере услуг по ожиданиям данные разочаруют посмотрим как на статистику отреагирует доходности американских трежерис потому что сейчас динамика карманчейских облигаций облигаций это как раз подготовка к заседанию фрс на следующей неделе и попытка дисконтировать в курс облигаций те изменения которые могут произойти если мы увидим снижение доходности это с одной стороны станет а следствием ухудшения настроений и ожидании того что американская экономика сможет преодолеть экономическую рецессию а с другой стороны станет еще одним доказательством того что фрс снизить процентную ставку в общем по доллару и не на рекомендации прежние евро против доллара 1135 сегодня предлагаю сделку селли митс уровне 1150 друзья накануне у нас вышел индекс уровня доверия потребителей понятное дело что очень плохие цифры минус 76 минуса 6 и 5 это минимальное значение с 18 года сегодня перед заседанием ецб целая куча индексов активности производственного сектора буквально с 10 30 по московскому времени начнем их анализировать все крупнейшие европейские экономики германия особенно не обратим внимание на статистику по еврозоне ну и опять же друзья производственный сектор он находится исключительно в красной зоне поэтому данные разочаруют и разумеется у и цб будет еще один повод пересмотреть прогнозы экономического роста прогнозы по инфляции и смягчить риторику может быть даже в честь завершения карьеры марио драги и цб будет настолько щедрым что даст нам сегодня топлива для мощной динамики хотя бы намекнув на то что ставки будут снижаться и дальше и текущие объемы программы количественного смягчения это еще такая не определенная константа на может меняться я ставлю на то что ухудшение перспектив еврозоны и опять же потенциальный намек на вот эти стимулы должны все-таки привести к снижению курса евро поэтому сначала поймаем эту пару на волатильности с уровня 1150 и дальше уже будем ждать снижения фунт против доллара 129 15 целом за последний день ничего не изменилось напомню что во вторник джонсон потерпел поражение частично соглашение может быть и приняли но не согласились с повесткой джонсона когда нужно было обсудить и поставить добро скажем под до всеми пунктами вот текущего ранее согласованного джонсоном с европейским союзом соглашения то есть если одобренные сделки нету если ратификации нету если парламент не хочет в кратчайшие сроки до конца этой недели активизироваться по рассмотрению всех нюансов этого соглашения значит друзья быть переносу сроков brexit об этом джонсон уже сделал запрос в европейский союз дональду туску в частности туск рекомендовал странам и с своим коллегам не торопиться с решением также мы помним что джонсон в принципе отправил еще одну письмо не только самоупрошение переносе сроков но и объяснение почему не нужно этого делать я согласен с тем что очередной очередная отсрочка усилит политическую неопределенность оставить стану в подвешенном состоянии и так далее джонсон накануне отметил что если и все-таки согласует перенос сроков быть новым выбором вот пожалуйста еще один виток роста неопределенности до конца этой недели до пятницы есть примет решение давать либо не давать отсрочку пока этого решения нет друзья также есть есть к того что эту отсрочку англии не получит держим короткие позиции те кто еще не открывал их вот пожалуйста сделка сел стоп с уровня 1 2880 друзья на этом собственно все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания